Время новостей на телеканале Север, студии Василий Хатензейский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. В округе возобновится действие окружного закона о предоставлении компенсации взамен аварийного жилья. Соответствующий законопроект рассмотрели на заседании комиссии по экономической политике и бюджету. Последний забой. Заканчивается история традиционного хозяйства кочевников сельхозкооператива Заполярье. В нашем эфире кадры из Нижней Пеши. Экстремизм на национальной почве и проблемы коренных народов Севера. Эти вопросы обсудили в рамках межнационального диалога. Более подробно расскажем в ближайшие 20 минут. И в начале выпуска об эпидемиологической обстановке. По информации портала stopcoronavirus.rf за прошедшие сутки на территории округа выявлено 10 случаев заболевания COVID-19. В числе заболевших 9 жителей Наринмара. Кроме того, зарегистрирован один привозной случай из Санкт-Петербурга. Такую информацию приводит региональное управление Роспотребнадзора. Всего с начала пандемии в НАУ официально зарегистрировано 3381 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 3116 человек. За прошедшие сутки 16 пациентов. В регионе зарегистрировано 84 летальных исхода от коронавируса. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс находится 177 человек. Еще у двух пациентов коронавирус подтвержден результатами исследований методом иммунно-ферментного анализа. В целом на лечении в регионе находится 179 человек. Из них стационарное лечение получают 26 пациентов, амбулаторное – 153. На учете в Управлении Роспотребнадзора состоит 1107 человек. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности. Посты и педконтроля в аэропорту Наринмара на посадочных площадках Нижней Пёше ОМИНИСИ. Обязательный масочный режим, система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. Постановление главного государственного санитарного врача ПАНАО об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемиологическим показаниям. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. В округе возобновится действие окружного законопроекта о предоставлении компенсации взамен аварийного жилья. Соответствующий законопроект рассмотрели на заседании комиссии по экономической политике и бюджету в собрании депутатов Ниницкого автономного округа. Проект на заседании комиссии представил депутатам начальник управления строительства профильного департамента Михаил Фомин. В бюджете округа на 2021 год с учетом добавленных средств на ноябрьской сессии собрания депутатов заложено около 265 миллионов рублей на компенсационные выплаты за ветхое и аварийное жилье, что позволит сократить очередь на 88 человек. Вместе с тем количество человек, стоящих в очереди, постоянно меняется. Люди могут отказаться от компенсации и ждать получения квартиры, либо наоборот. Он сообщил, что с учетом инфляционных процессов размер компенсации за аварийное и ветхое жилье в 2022 году по предварительным расчетам составит 68 852 рубля за один квадратный метр. На 2022 год на выплаты жителям города, проживающим в домах, включенных во второй этап, предусмотрено 5 миллионов рублей. Это дома, признанные аварийными в 2015 году, которые должны были расселить еще в 2019. С учетом вновь поступивших заявлений на реализацию мероприятий закона потребуется еще порядка 26 миллионов. Планируется увеличить денежные средства на эти цели в 2022 году. По информации, полученной от муниципальных образований округа на учете для получения компенсационной выплаты, состоит 186 человек, 97 из которых являются собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных домах, включенных во второй этап под программы. Возобновление действия закона позволит предусмотреть в бюджете округа необходимое средство на компенсационные выплаты и ускорить темпы переселения граждан, отметил председатель парламентской комиссии по экономической политике и бюджету Наталья Кардакова. Депутаты также рекомендовали профильному департаменту и муниципальным властям регулярно информировать население обо всех изменениях программных мероприятий. Задай вопрос губернатору. На телеканале «Север» 17 декабря в 12 часов дня пройдет большая прямая линия главы региона Юрия Бездудного. Прием вопросов от жителей уже стартовал. Задать интересующие вопросы можно несколькими способами. На странице Юрия Бездудного и в официальной группе Ненецкого автономного округа в социальной сети ВКонтакте. Также жители региона могут предложить тему или задать вопрос через электронную почту, адрес которой вы видите на своем экране. Непосредственно во время прямого эфира пообщаться с губернатором округа можно, позвонив по телефону 2-11-45. Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Север», а также в социальных сетях Ненецкого автономного округа и на странице Юрия Бездудного ВКонтакте. Декабрь – традиционное время для забоев в большинстве хозяйств. Оленеводы отправляют часть стада для заготовки мяса. Впрочем, для сельхозкооператива «Заполярье» многовековая история традиционного хозяйства кочевников подходит к концу. На последний забой в Нижнюю пёшу отправилась и наша съёмочная группа. Наталья Дуркина продолжит тему. Оленеводами не становятся, ими рождаются. Искусство разведения и ухода за животными передаётся из поколения в поколение. Традиционно с малых лет детей берут на забой, обучают ремеслу. Однако передать знания своим потомкам кочевники Заполярье не смогут. В бригаду раньше мы ходили все с родителями, родители и семьями, вот поэтому все и работали, проблем не было. Но девушки, как все известно, все разъехались, остались одни ребята. Девушки ищут лёгкой жизни, уезжают в города. Всё, ребята у нас никто не женатые, всё. Родители состарились, выехали в деревню. Кому-то 90 почти, кому-то за 80, кому-то 80 лет. А у кого-то родителей уже нет. Вот, и пришли к логическому разрешению. Всё. Работать больше некому ребятам уже под 60 лет. Тяжёлые рабочие условия ставят под угрозу здоровье оленеводов. Проблемы с сердцем и коленями здесь у каждого второго. Я сам на забойном пункте работал больше 20 лет. Это очень тяжёлый труд. И сейчас, в данный момент, очень трудно найти специалистов, которые знали вот это дело на забойном пункте. И многие уже пенсионеры, возрастные, больше 50 лет, под 60. Вот тут один есть у нас, 64 года приглашаю уже, потому что… А молодые, они просто не идут на работу. Из зарплаты хорошая на забойном пункте. У оленеводов нет выходных и праздников. Работа идёт круглый год. Перед забоем, поздней осенью, всех животных сгоняют в специальные загоны. Для подсчёта о маркировке молодняка и ветеринарных обработок. Тут и летом, и зимой, и осенью, и весной. Всё на улице дежуришь. Бывает, что у нас на камню осенью дежурят по 10 суток, по 15 суток ребята дежурят. Это никуда не находя, всё время на улице. Очень тяжёлая и трудная работа, поэтому никто и не идёт. Своих детей нету. Никто не женился. Всё, холостые все. А кто хочет сейчас из деревни уехать в Тундру работать? Да никто. Так как работать из года в год становится тяжелее, оленеводческая бригада ещё в прошлом году решила продать поголовье, либо пустить стадо на забой. Да, это у нас последний забот. В прошлом году у нас было общее собрание. С этим предложением, чтобы прекращать оленеводство, подошли сами оленеводы, решили, подошли ко мне. Мы с этим предложением подошли Михаилу Лениневичу, нашему бывшему председателю, на дне депутата Госдумы. И всё, потом вынесли на общее собрание. И общее собрание приняло решение оленеводства, мы завязываем. Мы были не против, если у нас кто-нибудь купил их. Но покупать никто не хочет. Всем надо даром. Желающих купить стадо не оказалось. В итоге было принято решение пустить оленей под нож. К этой процедуре оленеводы готовились уже с начала 2021 года. Однако пришлось остановить процесс из-за ажиотажа в социальных сетях. Не до конца достоверная история вышла на просторы интернета, чем вызвало широкий отклик в сердцах людей. Посыпались негативные комментарии. И читал тоже в интернете, пишут бывшие, особенно женщины, девушки, которые дети оленеводов, в такую фигню бежат. Да что ж вы, дорогие, сбежали-то? Бросили оленеводство, если вы так оленеводство очень любите. Надо было остаться. И сейчас бы оленеводство существовало. А сбежали за лёгкой жизнью в город. А теперь пишут, о, вот такие наши олежки. Какие ваши олежки? Вы их предали давно. Позже к обсуждению подключились общественники и депутаты. Полемика в социальных сетях перешла в более серьёзную плоскость. Совещание по этому вопросу собрал глава региона Юрий Бездудный. Вмешался губернатор, провёл оперативное совещание, по результатам которого мы вернулись к тому, что предлагали изначально. То есть весной, летом мы проводили совещание с оленеводческими хозяйствами. Канин, Восход. С Индигой не говорили, но сейчас Индига уже инициативно высказалась. И из общины Ямту оленевод инициативно пожелали выкупить часть стада. Мы предлагали это сделать ещё весной. Получить грант Агростартап. То есть федеральные деньги, 2 миллиона рублей готовы были дать для того, чтобы часть стада выкупили. Но тогда почему-то заинтересованных не нашлось. Часть стада будет выкуплена сельхозкооперативом Канин. Впрочем, пастбища пустовать не будут. Оленеводческая деятельность на этих территориях продолжится. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», Нижняя Пёша. Экстремизм на национальной почве и проблемы коренных народов Севера. Эти вопросы обсудили в рамках межнационального диалога. За круглым столом встретились представители различных народов, проживающих на территории НАО и экспертов из других регионов. У терроризма нет нации. Не секрет, что это мировое зло. В разных формах его проявления существуют на всей планете, в том числе и в нашей стране. Только за 2020 год на территории России было совершено 397 преступлений террористического характера. Столь злободневный вопрос стал одним из основных в ходе дискуссий за круглым столом. Здесь собрались представители разных национальностей, проживающих на территории Ненецкого округа. Заниматься национальной политикой невозможно без обмена опыта с коллегами, без таких встреч. И я полагаю, что сегодняшняя встреча как раз таки позволит нам выработать какие-то позиции, определить приоритеты и обсудить нашу повестку на перспективу. Ещё одной темой для обсуждения стала профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве. Это явление чаще всего становится частью идеологии терроризма, как следствие возникновения конфликтов по признаку вероисповедания. Тот религиозный ренессанс, который мы видим и в мире, мы видим и ренессанс религии в мусульманских странах, и в Китае, и даже в атеистической Корее, у нас с 2006 года функционирует православный храм, с одной стороны обеспечивает укрепление и традиционных ценностей, духовную единство, но с другой стороны, к сожалению, несёт определённые риски, связанные с развитием тех самых деструктивных процессов, чаще всего они как раз религиозные. Уделили внимание и вопросу реализации государственной и национальной политики. Обсудить данный вопрос в Ненецкий округ приехал спикер из Красноярского края. Как показывает практика, помимо глобальных проблем, коренные малочисленные народы сталкиваются с трудностями, которые не регулируются законами. Важно именно нам, найдя общее понимание, вырабатывать такие предложения так, чтобы нас и услышала Москва. Потому что не всё мы можем решить в рамках субъекта. Есть свои проблемы. У каждой территории у кого-то оленеводство, есть определённо связанное и взаимодействие. И поэтому, наверное, вот такие круглые страны не дают обмен и опыт. Ну, как эксперт готовы где-то внести и свои предложения, но где-то как бы тоже, может быть, чему-то тоже поучиться. Красноярский край имеет похожую специфику с Ненецким округом, где есть идентичные проблемы. И именно такие мероприятия, где представители разных народов не просто обмениваются опытом и ищут совместные проблемы, но и способствуют сохранению нации и бытия. По итогу встречи было принято решение создать резолюцию, где будут отражены все рекомендации. Василий Хатанзейский, Владислав Носкин, Телеканал «Север». До Нового года осталось меньше месяца. Праздничное настроение для жителей региона уже начали создавать предприниматели. Костюмированные сотрудники в обличии Деда Мороза, разнообразие елок от искусственных до живых встречают нас в магазинах и не только. О том, как готовиться к самому долгожданному празднику предпринимателей региона и как выиграть главный приз за участие в городском конкурсе, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Ольга Кокорина участвует в этом конкурсе впервые. Девушка уже подготовила новый кабинет, чтобы все ее мечты воплотились в жизнь. Я давно знаю об этом конкурсе, то, что он проходит, от администрации города. Но времени, возможности не было. Хотя, в принципе, времени у нас никогда не бывает. Очень сложно его найти, потому что работы у нас всегда очень много. Но в этом году решили попробовать. Сделали ремонт у себя в помещении, в этом новом помещении. Хотим его красиво украсить и поучаствовать. Если мы выиграем и получим денежный приз, то деньги, конечно же, уйдут в работу. Ольга Кокорина уже создала бренд, логотипом которого является олень. Приоткроем завесу тайны. Именно этот символ станет главным новогодним украшением помещения. Идей в голове очень много. И, к сожалению, раскрывать мы их не будем. Единственное, я могу сказать о том, что это обязательно будут олени. И обязательно будут ненецкие орнаменты. То есть это основное, что будет. А остальное все останется немножко в тайне. Это будет уже для комиссии и для наших клиентов, чтобы они видели, радовались тому, что мы можем сотворить и что мы можем сделать. Одно из условий конкурса – украшение прилегающей территории. Будь это магазин или швейная мастерская. Соблюдение новогодней тематики дает преимущество и баллы в битве за призы. Однако предприниматели каждый раз сталкиваются с трудностями. К примеру, в прошлом году один из победителей магазин «Грасс» слепили снеговика олова, который был несколько раз разобран на мельчайшие запчасти неравнодушными жителями региона. Естественно, его разукрашивали, красили, как-то вот все. Изначально он был прекрасен, он был великолепен, олов. Но, к сожалению, вот некоторые, видимо, особый интерес проявляют к таким поделкам. Сначала была морковка оторвана, потом еще что-то. То есть, как бы печально. И приходилось несколько раз его делать, мастерить. Вот, наверное, раза три-четыре мы его делали, собирали. То есть, приходили на утро на работу, и, увы, там олова не было. То есть, были останки от него. Вот, печально. Но ничего, мы его все-таки сделали. На конкурсе он у нас был, когда комиссия была. Вот, поэтому хотелось бы, конечно, чтобы с пониманием люди относились, особенно ребята, потому что все это делается именно для них. Несмотря на то, что Ирина Рудиченко вместе с командой заняли третье место в уходящем году, а в этот раз в конкурсе не могут принять участие, все равно не отказываются от новогоднего оформления. При этом у них припасено множество необычных новогодних решений. Над кассой сделана такая еловая гирлянда, которая тоже будет в дальнейшем преображаться. А, сзади меня стоит елка, которая тоже у нас есть некие задумки, как ее украсить под наш стиль магазина. У нас придумана интересная задумка, сделана на декабрь месяц. Адвент-календарь. Это сейчас очень модно, это сейчас очень интересно. Многие используют его. То есть, мы каждый день открываем окошко день календаря, и там получается у нас какая-то акция, скидка, подарки. В этом году конкурс на лучшие новогодние оформления уже собирает заявки от предпринимателей. Традиционно он пройдет в два этапа. Первый включает в себя проверку заявок на предмет допуска к конкурсу, чтобы предприниматель осуществлял деятельность именно на территории города, относился к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также отсутствовала задолженность по выплатам налогов. Второй этап – это выезд комиссии на объект. Предприниматели должны украсить прилегающую территорию на предмет наличия ели, наличия каких-то фигур, наличия светового решения. Также оценка будет производиться самого помещения. Помещение будет оцениваться в части наличия ценников новогодних в меню, прескурантов, также наличие образа сотрудников новогоднего и, конечно же, самого помещения новогоднего. Ну и, конечно, будет даваться оценка в целом по какой-то тематике или образу самого выбранного предпринимателем новогоднего образа. Для участия в конкурсе необходимо до 21 декабря предоставить в мэрию пакет документов. Заявки на участие принимаются по адресу улица Ленина, дом 12. Работу участников оценит конкурсная комиссия 12 января 2022 года. Победители будут награждены сувенирной продукцией, благодарственными письмами и грантом в форме субсидии в размере 50, 30 и 20 тысяч рублей. На этом у меня всё. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...